геннесс а это еще что мастер это люди которые смотрят наше видео но по какой-то причине не подписаны на наш канал думаю если мы их попросим если им напомним они обязательно подпишутся ладно не надо смотреть без подписки ты слышал мастера так что подпишись или я испепелю тебя настал день когда все ваши планы рухнут палаты эволюции посетите вы еще готовимся к открытию не могли бы вы подождать после всего вы решили скрыться за обычным магазинчиком такая ки не смешите меня я все знаю меня не обмануть я зомби мэн герой с бессмертным телом или может мне представиться объектом 66 теперь вспомнили что как ты герой желающий одолеть палату эволюции не жаль но ты опоздал палата была уже давно уничтожена в каком маленьком мире мы живем я и представить не мог что герой с-класса кажется одним из экспериментов эволюции объект 66 набивает воспоминания единственного успешного по целью которого было заполучить бессмертного тела но потом ты вдруг уничтожил лабораторию исчез в тот день мы потеряли превосходный кто бы мог подумать что я увижу тебя спустя десять лет я знал что ты когда-нибудь заявишься для мести настоящий герой видимо ты нашел свое призвание хочешь убить меня ну давай у меня больше нет причин жить с уничтожением лабораторий я потерял свою единственную мечту а палаты эволюции больше нет почему пока живая ты тварь все можно восстановить так почему отвечай генус он появился незадолго до меня я увидел силу превосходящую любую искусственную эволюцию мои исследования превзошли вот что я тогда почувствовал тот человек избавился от всех своих ограничителей а ограничителей сколько бы ты усилий не вкладывал свои тренировки ради увеличения силы все живое существует в рамках определенных ограничителей а если переусердствовать то твоя же сила навредить тебе или можно потерять себя и тогда останется только тварь подобное монстром и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Он облысел. Более того, она привела его к совершенной отчужденности. Все это было у него на лице. Одним ударом он уничтожил воинов, которых мы создавали. Но... Чушь. Похоже, за все эти годы повреждения получила только твоя голова. Ах, должен сказать, что видеть тебя, человека, когда-то создавшего меня, крайне разочаровывает. Я знаю многих людей, превосходящих ограничители. Они не становятся монстрами. Они становятся чем-то намного сильнее. Мир полон таких людей. Их называют героями. Похоже, ты понятия не имеешь о силе, про которую я говорю. Монстры появляются из-за сильных вспышек разочарования. Неудовлетворенные люди, которые сами желают измениться. И делают это из-за различных психологических проблем или пороков. Такое происходит, когда окружение или другие факторы провоцируют клеточные изменения, меняя их. Еще есть те, увеличения силы которых искусственно стимулируются за счет науки. Как было с моими исследованиями. Это касается не только людей. Мы часто видим изменения у других видов, вызванные загрязнением воды или чем-то другим. Чтобы стать монстром, необходимо переродиться в иное существо. Но, как и у всех, у них будут свои ограничители, которым придется подчиниться. В более широком смысле мы используем слово монстр для описания существ, как тот морской парень в городе Джи или пришельца из города А. Но эти существа уже были рождены такими. Просто они принадлежат к разным видам. Как и мы. Можно сказать, что они наши естественные враги. Герои мы называем тех, кто силен достаточно, чтобы противостоять подобным угрозам. Герои изначально рождены с таким потенциалом силы. Они просто возрастили его за счет тренировок или инстинктивно. Есть альтернатива. Героя можно создать с помощью внешних влияний. Например, добавить кибернетические части тела или провести биологический эксперимент, как было с тобой. Также мы можем включить сюда тех, кто родился с исключительным талантом. Например, меня или другого обладателя особых сил. Но он — это нечто иное. Посредственный от природы, обладающий посредственно взрашенным потенциалом. У него не было никаких весомых преимуществ или талантов. Он был олицетворением посредственной обыкновенности. Но с помощью тяжкого труда он широко раскрыл свои ограничители. Когда кто-то считает, что это сила человека, самостоятельно эволюционировавшего, освободившегося от всех ограничителей, мне хочется смеяться. Мои амбиции оказались такой нелепицей. Думаю, ты можешь встретить его. Я слышал, что он тоже работает героем. Извините меня. У меня есть вопрос. Я не люблю, когда меня беспокоят во время медитации. В чем дело? Зачем было посылать королевского потрошителя и бога жука? Если тебе нужен наблюдатель, то какой смысл отправлять самых агрессивных? Почему, спрашиваешь? Уверен, они прекрасно справятся. Может, они даже подружатся с Гороу и научат его, как убивать героев. Хватит придуриваться. Они не станут следовать приказам. Уверен, что они перестараются и убьют Гороу. Особенно королевский потрошитель. Он один из немногих убийц, вызывающих трепет. Даже члены ассоциации монстров не смеют ему беречь. В этом и смысл встречи Гороу с королевским потрошителем. Я дам ему стимул к росту. К росту? Он все еще молокосос, а это тест для него. Больше всего ему нужна боль. Огромное количество боли, как физическое, так и ментальное. До того момента, как у Нидва сможет стоять на ногах снова и снова. Интересно, какие изменения в нем произойдут, когда он узнает, каково быть монстром? Мимик, чего ты добиваешься? Ты манипулируешь Гороу. Но для чего? Какое тебе дело? М? Причины нет. Мне просто любопытно. Послушай, Феникс. А ты знаешь, откуда взялся мастер Орочи? Ну, возможно, он какое-то древнее существо. Мастер Орочи был простым человеком. Как и Гороу. Бесконечные поражения и жертвы сделали его совершенным существом. Существо, по-настоящему заслуживающее титул короля монстров. Я его создал. Ты создал? Это ты создал это существо? Если малыш Гороу будет хорошо расти, он даже может стать новым мастером Орочи. Я единственный, кто знает это. Я попросил бога жука остановить потрошителя, если тот увлечется. Но если Гороу умрет, значит, этого он и заслуживает. Я просто подожду, когда у меня появится новый питомец. Чёртова собака разнесла это место до самых нижних уровней. Чёрт, мне нужно возвращаться. И быстро. Я знал, что тут что-то рушится. Но... Значит, ты и есть посторонний? Ах, прекрасно. Я впечатлён. Как я и думал. Ты оправдал мои ожидания, Гороу? Я знал, что ты выживешь. Я счастлив. Значит, эта штука может передвигать объекты на расстоянии? Способности телепата? Горо, Горо. Ты послал своих тупых громил за мной. Всё это... Твоя вина. Теперь-то что? Не могу пошевельнуться. Не пытайся сопротивляться. Это бесполезно. Он довольно хорошо развился за столь короткий промежуток времени. Я уже едва узнаю его. Эй. Сейчас же завязывай с этой хернёй. А не то... Давай немного поговорим. Уровень угрозы. Дракон. Горо, Горо. В нынешнем своём состоянии ты всё ещё полумонстр. И несмотря на тот факт, что ты пока не стал полноценным монстром, тебе всё же удалось выдержать удары тепловых лучей бродяги. Общая сила твоего тела определённо продолжает развиваться с ужасающей скоростью. Но... Пока что этого не совсем достаточно. Я же, однако, собираюсь вырастить из тебя сильнейшего моза на всём свете. Ты... Вырастить меня? И что, собираешься обучить меня телегенезу? Или ещё какой-нибудь подобной херни? Ммм? Ах... Нет, я не буду обучать тебя эсперским способностям или каким-нибудь боевым искусством. Скорее, это будет секрет монстрофикации. Я ускорю твой рост как монстра. А? Выражаясь простым языком, ты должен преодолеть свою смерть как человека множество раз. Однако, это приведёт к огромной нагрузке как на твоё тело, так и на разум. Может, это и звучит просто. Но на деле всё гораздо сложнее. Ты быстро распрощаешься с жизнью. А если даже тебе удастся выдержать это, твой интеллект дегенерирует, а твой рост остановится. И ты попросту станешь самым рыдовым монстром. Это довольно частое явление. Самый важный фактор в этом деле заставить человека испытать сущий ад, но при этом подходящий ему по уровню. Звучит так, словно ты провёл кучу опытов, чтобы пройти к этому заключению. Кучу? Это даже близко не то слово. Я испытывал этот процесс на людях и монстрах столько раз, что уже потерял им счёт. Действительно, я смог разработать средства, трансформирующие людей в некий вид квазимонстров. Но, к несчастью, я лицезрел лишь посредственное развитие врождённых способностей каждого из них. А дальнейшего роста мне увидеть так и не удалось. Как же сильно мне хотелось найти способ пробить лимит роста. Я скармливал монстров другим монстрам, производил переливание крови, пересаживал клетки и заставлял их спариваться друг с другом, причинял им боль и вводил в стресс множеством различных способов, усиливал их злобу и ненависть. Я сделал всё, что приходило мне в голову. И даже больше. И в ходе всех моих исследований я наконец открыл, что перейти на следующий уровень можно лишь преодолев смерть. И если повторять этот процесс, объект продемонстрирует невиданную силу и рост. И всё же, хоть я и приближался к желаемому со множеством подоботных, большинство из них трагически погибали, не успев достигнуть драконьего уровня. Но пока гора неудачных экспериментов всё продолжала расти, я наконец достиг успеха. Прошу прощения. Не могли бы вы уделить мне минутку? Вы ведь начинаете терять связь со своей человеческой стороной. Верно? Именно. Даже сейчас вы готовы вот-вот впасть в буйство. И это был Лорд Орочи Король монстров Однако, ты обладаешь потенциалом, что может произойти даже его. Угу. И в результате твоей битвы с Королевским Потрошителем тебе удалось преодолеть ещё одну стену. Твоя монстрификация прогрессирует. Медленно, но верно. Ты становишься поразительно сильным. Гарроу, если ты будешь следовать моей тренировочной программе, то сможешь стать равным. Нет, даже куда более великим, чем Лорд Орочи. Так давай же объединимся. С моей помощью ты станешь сильнейшим монстром на свете. И вместе мы сможем искоренить героев с лица земли. Я могу воплотить твою мечту в реальность. Хорош совать свой нос, куда они просят. Хренас 2 меня увидит работающим заодно с кем-то вроде тебя. Кажется, ты не так понял. Стоило тебе попасть в поле зрения моего глаза, как ты уже потерял всякое право на отказ. Больше всего на свете я ненавижу сволочей вроде тебя, смотрящих на всех сверху вниз, словно с какого-то на Сеста. Только хочется скинуть их вниз. Хм, довольно смелое заявление. Для того, кто не может пошевелить и мускулом. Узри же, это мои психонокинетические силы. Они посягают на владение самого Бога, превосходя даже силу двух знаменитых ведь в мира эсперов. Тацумаки и фубуки. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Мало-по-малу. Мало-по-малу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я начинаю привыкать к ней. Как тебе удается двигаться? А? Хер его знаю. Ха-ха-ха. Мало-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по Продолжение следует...